Добрый день, уважаемые садоводы, виноградеры, любители, а также подписчики и гости нашего канала. Сегодня на 4 июля 2021 года. Мы находимся в Запорожской области Бердянского района село Осипенко. Сегодня хочу представить вашему вниманию сорт желтоплодной черешни под названием драгано-желтая. Это ее первое плодоношение. Как мы можем наблюдать, ягода у нее не особо крупная, но вкусовые качества у нее на высоте. Она как мед, кислоты нет вообще, сладость запредельная. Этот сорт был выведен в Германию. Деревья этого сорта сильно росли, с густой, широкоокруглой или округлопирамидальной кроной. Луды, как я уже сказал, не очень крупные, средняя их масса составляет от 6 до 8 грамм. Форма у этой ягоды округло-сердцевидная. Ее стациональная оценка у этого сорта 4,3 балла. Плоды у нее недостаточно транспортабельные. Вот после дождей мы можем наблюдать, начала гигаза гнивать. Я немного продержал ее, нужно было снимать с дерева чуть-чуть раньше. Этот сорт против основных грибных заболеваний устойчив, но при дождливой погоде плоды начинают растрескиваться. Достоинством этого сорта можно поднести этот сорт надежный, каждый год урожай. Урожайный, с высокими вкусовыми качествами. Есть у этого сорта также и недостатки. Это слабая транспортабельность, сильно поражается вишневой мухой и поражается серой плодовой гнилью. Но это все решаемо при помощи 2-3 ким-обработок. Если сделать 2-3 ким-обработки, то можно в своем саду иметь прекрасную, замечательную ягоду. Как я сказал, транспортабельность у нее не очень, то есть на рынке ее большие расстояния не доставишь, но в своем саду полакомиться такими вкусными ягодами это удовольствие и щуторим, хочу сказать. Потому что вкус гораздо вкуснее этот сорт, чем красномясо и сорта черешни. Еще что-то хочется сказать за этот сорт. Этому сорту обязательно нужны опылители. В плодоношение этот сорт вступает на 3-4 год после посадки и это дерево еще сильно росло. Поэтому, если вы все-таки решили посадить это дерево, то нужно понимать, что сажать его нужно хотя бы не ближе, расстояние от 5 метров от остальных деревьев, чтобы не было загущенности. Сейчас я сорву плоды этого сорта под названием драгана желтая и покажу вам, сколько же они потянут на весах. Вот если сравнивать с 5 копеечной монетой, вот так вот выглядит этот сорт. Как бы не особо крупный, но и не мелкий, такой среднего размера. Вкусовые качества на высоте. Я вам говорю, это мед. Вообще ни кислоты нету, вообще. Если посадите, если я на прорезадинном участке, то не пожалеете. Смотрите, я произвел сбор черешни драгана желтая и сейчас мы покажу вам, сколько же она весит. Произведем контрольное взвешивание. По размерам я вам показывал, на фоне 5 копеек вот так вот она выглядит. То есть она средняя. Черешня это средних размеров, ни крупная, ни мелкая. Такая в районе где-то 7-8, думаю, до 10 грамм должна потянуть. То есть по вкусовым качествам, конечно, она превосходит как раз на мясо и сорта черешни. Но много превосходит, намного вкуснее. А насчет взвешивания сейчас мы посмотрим, что веса нам покажут. Так, обнуляем. Вот смотрите, 7 грамм, да. Так, следующее. 8 грамм. 7 грамм. 7 грамм. Ну, 7-8 грамм, до 10 грамм. Учитывая то, что это первое плодоношение, дальше она будет с каждым годом набирать древесину, будет крупнее и крупнее. Ну, что хочется подвести итог по этой черешне. Сорт стоящий для рынка. Для рынка, конечно, она, как бы, если на большие расстояния, транспортабельность у нее не очень. Ну, если для себя покушать в саду, то черешня замечательна. Вот таких вот она размеров. Вкусовые качества отличные. Сейчас я вам покажу, сколько у нее соку и как отделяется ягода. Так. Смотрите, сока у нее, видите, как с крана. То есть, она очень сочная. Мякоть вот у нее такая вот хрящеватая чуть. Косточка отделяется. Ну, не сказать, что легко, как бы. Ммм, вкусовые качества на высоте. Это мед просто. Так что, если хотите посадить дома хороший сорт черешни, то сажайте, не пожалеете. Спасибо вам за просмотр. До свидания. До скорых встреч.